Адекватный способ защиты арктических рубежей как Россия усиливает авиационное присутствие в Заполярье. 3 декабря 2019 года, 23.13 Алексей Заквасин, Елизавета Камарова В составе Северного флота созданы два авиационных полка, сообщается на сайте Минобороны России. Новые формирования оснащены противолодочными самолетами Ил-38, а также вертолетами Ка-27 и Ка-29. По мнению экспертов, полки усилят оборонный потенциал ВМФ на северо-западных рубежах Российской Арктики. Последние годы Минобороны увеличивает интенсивность полетов боевой авиации в Заполярье и восстанавливает сеть аэродромов. Как полагают аналитики, предпринимаемые военными меры позволят эффективно защитить интересы Москвы в арктической зоне. В структуре 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота, СФ, появились два новых авиационных формирования, гвардейский смешанный и корабельный противолодочный вертолетный полки, сообщает пресс-служба Северного флота. Данные соединения дислоцированы на аэродроме Североморск-1, Киркинисская краснознаменная база. На вооружении отдельного корабельного противолодочного вертолетного полка Северного флота стоят вертолеты Ка-27 в противолодочном и спасательном варианте, а также штурмовой Ка-29. В отдельный гвардейский смешанный авиаколк входят экипажи противолодочных самолетов Ил-38 и военно-транспортных самолетов, говорится на сайте Минобороны РФ. Усиление противолодочных возможностей. В беседе С.А.Т. доктор военных наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков пояснил, что создание новых авиационных полков необходимо, прежде всего, для усиления противолодочной обороны северо-западных районов РФ. Эксперт напомнил, что в Мурманской и Архангельской областях находится основная часть инфраструктуры Северного флота. Военно-морские базы – Ведяево, Беломорск, Западная лица – Североморск, Гадживо, Полярный, Штаб – Североморск, а также ряд ведущих судостроительных предприятий РФ – Севмаш, Звездочка. Северный флот – самое мощное оперативно-стратегическое объединение ВМФ, которое наряду с Тихоокеанским флотом составляет основу нашей морской компоненты и ядерной триады. Поэтому северо-западные рубежи Российской и Арктики нуждаются в надежной защите, в том числе и от подводных лодок противника, которые ведут разведку вблизи наших рубежей, подчеркнул Севков. Важнейшее звено в системе разведки, какими возможностями обладает новейшая радиолокационная станция «Контейнер» в Мордовии на боевое дежурство Воздушно-космических сил РФ поставлена за горизонтная радиолокационная станция нового поколения 29Б6. В комментарии «А.Т.» заслуженный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов подчеркнул, что вопрос противолодочной обороны для СФ имеет большое значение в силу специфики географии северо-западного района Российской Арктики. Во-первых, Мурманская область граничит с Норвегией, где усиливается американское военное присутствие. Во-вторых, географическая особенность Боренцева моря, где находятся полигонные районы боевого дежурства Северного флота, такова, что туда из-за отсутствия естественных препятствий могут относительно легко заходить иностранные военные корабли, констатировал Попов. По мнению эксперта, вполне закономерно, что в условиях интенсивной разведывательной деятельности НАТО России усиливает противолодочные возможности на арктическом направлении. Также Попов обратил внимание на то, что в экономической зоне РФ в Заполярье расположены крупные районы рыбного промысла и залежи энергоресурсов, которые также нуждаются в патрулировании авиации Северного флота. Угрозы, исходящие со стороны государств-членов Альянса в Заполярье, детально описаны в докладе Совета Федерации под названием «Проблемы обеспечения национальной безопасности Арктической зоны Российской Федерации». В документе говорится, что военная активность западных государств увеличивает вероятность развязывания военных конфликтов различной интенсивности против России. Как полагают в Совете Федерации, планы по расширению зон национальной юрисдикции вынашивают США, Дания, Норвегия и Канада. Данные государства пытаются ограничить рост влияния РФ в Арктике и провести передел традиционных морских государственных границ за счет России. Также, как отмечается в докладе, усиление военной активности НАТО проявляется в регулярном проведении масштабных военных учений с применением подводных лодок, робототехники и БПЛа, развертывании новых арктических формирований вооруженных сил, увеличении интенсивности полетов боевой авиации, в том числе и стратегической. Спектр боевых возможностей. В последние годы Минобороны РФ реализует комплекс мероприятий по развитию авиационного присутствия в Арктике. С 2013 года Заполярье на постоянной основе патрулирует авиация Северного флота. Речь идет о дальних противолодочных самолетах Ту-142 и Ил-38. Полеты осуществляются над нейтральными водами Северного Ледовитого океана и вдоль Северного морского пути, СМП. Из информации Минобороны следует, что география полета в Ту-142 и Ил-38 постоянно расширяется. Во время патрулирования экипажи самолетов передают важную для навигации судов информацию. Составить конкуренцию России невозможно. Каких результатов достигла Москва в укреплении арктической системы ПВО? Мотострелковая бригада Северного флота приняла на опытное боевое дежурство дивизион новейших зенитных ракетных комплексов ТОР и М2ДТ. Заполярье отличается нестабильной метеорологической обстановкой, однообразием местности с малым количеством визуальных и радиотехнических ориентиров. Кроме того, для Арктики характерны сильные магнитные аномалии из-за близости к полюсу. В результате распространения радиоволн становится неустойчивым, что ухудшает радиосвязь и ограничивает применение бортового оборудования, говорится в материалах Минобороны. Николай Евменов доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу о том, что в Заполярье может быть размещено звено истребителей-перехватчиков МиГ-31 или фронтовых бомбардировщиков Су-34. В январе газета «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ сообщила о том, что до конца года Арктику начнут патрулировать две эскадрильи МиГ-31 БМ Северного и Тихоокеанского флотов. В прошлом году военные провели серию летно-тактических учений с применением этих самолетов. По данным Минобороны, в октябре пара МиГ-31 выполнила перебазирование с авиабазы Елизова-Камчатского края на оперативный аэродром Ванадыре в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации. Во время полета экипажей истребители отработали электронные пуски ракет-класса «Воздух» в воздух большой дальности. По сообщению источников ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, в середине ноября МиГ-31 впервые в регионе Заполярье осуществил пуск гиперзвуковой ракеты Х-47М2 «Кинжал». Боеприпас поразил цель на полигоне Пимбай, в Оркута. Скорость ракеты достигла 10 махов. МиГ-31 – уникальный перехватчик, способный выполнять миссии на дальних расстояниях. Он специально разрабатывался в советские годы для прикрытия обширных арктических пространств. С появлением «Кинжала» спектр боевых возможностей МиГ-31 стал шире. Модификации этого истребителя способны поражать крупные надводные и наземные цели, сказал Попов. Также, по информации известий, Минобороны собирается сформировать на Северном флоте эскадрилью Су-34 для защиты СМП. Самолет обладает летными качествами, которые позволяют ему преодолевать гигантские расстояния. Так, без дозаправки он может пролететь до 4,5 тысячи км, а с дозаправкой – порядка 7 тысяч км. Также по теме, обнулить преимущество не получится, почему на Западе вновь заговорили о необходимости сдержать Россию в Арктике. Россия не следует полагать, что она может и далее беспрепятственно осваивать Арктику, а Западу и НАТО пора добиться паритета в данном. На мой взгляд, Су-34 необходим в Арктике для того, чтобы у наших западных партнеров даже не возникло желания направлять военные корабли и подлодки в Северному морскому пути. Су-34 может применять боеприпасы, способные отправить на дно практически любую военно-морскую технику, уверен Попов. Наращивание авиационного присутствия России в Арктике сопровождается развитием аэродромной сети. По состоянию на начало 2019 года Минобороны завершила реконструкцию 19 аэродромов в Заполярном регионе, которые были заброшены после распада СССР. В ближайшее время будут сданы в эксплуатацию несколько новых воздушных гаваней. Самый северный аэродром РФ строится на архипелаге земля Франции Иосифа. В мартовском интервью газете «Красная звезда» начальник морской авиации ВМФ генерал-майор Игорь Кожин заявил, что большинство российских аэродромов в Арктике станут круглогодичными и смогут принимать самолеты всех типов. Владимир Попов полагает, что развитая инфраструктура в Заполярье заметно упростит отечественной авиации выполнение множества задач в регионе. Кроме того, новые воздушные гавани будут выполнять роль аэродромов подскока для стратегических бомбардировщиков, что объективно усилит возможности воздушной компоненты ядерной триады РФ. Я думаю, что наша боевая авиация будет нести службу на арктических аэродромах на ротационной основе. Воздушные гавани будут оснащены всем необходимым для заправки, техобслуживания и вооружения самолетов. «Создание аэродромной сети позволит отечественным самолетам и вертолетам эффективно выполнять задачи как в мирное время, так и в угрожаемый период», — подытожил Попов. КОНЕЦ